Лиса Ака Левитана Главным источником вдохновения всегда была природа. Художник с упоением читал произведения Федора Ивановича Тютчева или Ивана Николаевича Толстого и мечтал достичь в работе такого же совершенства. Он страстно желал, чтобы его чтили, как выразители прелести подлинно русского пейзажа. «Март» – одна из самых известных работ из телевитана. Эту картину Исаак Ильич написал, пребывая в имении Горка, которым владели его друзья семейства Турчановых. Полотно создано всего за несколько сеансов. Работа велась без подготовки и предварительных этюдов и была довольно напряженной. Все объясняется тем, что мартовский днис коротечный. Снег под солнечными лучами быстро тает, а вид меняется чуть ли не с каждым часом. Шедерр гениален в своей простоте. На картине изображены задворки самой обычной русской усадьбы. Все сюжетные детали сведены до минимума. Тем не менее, именно данный пейзаж считается одним из самых поэтичных среди тех, что были написаны в XIX веке. Скромный деревенский мотив художник сумел наделить особенными лирическими чувствами. Композиция выглядит гармоничной и уравновешенной. В желтой стене дома противостоят золотистые стволы осин, выделяющиеся на фоне темных елей. А в белизну снега проникают пятна небесной синевы. Оживление возникает за счет контраста тени и света, а также сочных цветовых фрагментов. Принято считать, что начиная именно с этой картины, художник стал использовать импрессионистскую технику в своем творчестве. Впрочем, если у импрессионистов цвет растворяется в свете, то у Левитана он еще явно считывается, сохраняя предметную ясность изображения. В палитре преобладают радостные яркие краски. Это характерно для многих картин живописца, созданных во второй половине 1890-х годов. В процессе работы, чем более сочным по цвету предполагался фрагмент, тем больше на него наносилась лака. Последний использовался в качестве соединительной прослойки и, будучи свежим, хорошо принимал краску. Исследователи полагают, что именно это привело со временем к появлению некоторых дефектов, потемнению полотна и трещинам, кракелюру. Некоторым произведениям Левитана даже угрожает осыпание плохо связанных друг с другом красочных слоев. Поэтому для его картин должны тщательно подбираться условия хранения. Интересная техника нанесения мазка. Гладкое эмалевое небо контрастирует с разными по направлению и толщине следами краски на снегу. Полупрозрачные слои чередуются с плотными. Надо отметить, что Левитан был очень изобретателен в способах создания фактуры. Он работал по еще не высохшей краске пальцем, черенком кисти, наносил ее мастихином или же обрабатывал сухой красочный слой ножом и стеклянной бумагой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok